Кубок Экаперенса страны по рукопашному бою проводился в рамках одного турнира. И это было очень поучительно для юных бойцов наблюдать за состязаниями своих опытных коллег. Те в свою очередь стали зрителями сражений юных спортсменов, среди которых блистали и воспитанники Мозорского Динамо. Впрочем, вся наша команда выступила очень и очень достойно. Наша команда в целом выступила очень хорошо. Мы заняли первые и вторые места. Это была сборная нашего города, клуба «Динамовис». В целом, мы довольны выступлением наших воспитанников. Некоторые наши спортсмены в силу нехватки опыта не показали того, что могли. Рукопашный бой. Каковы его особенности, отличия от других единоборств? Ребята выступали по правилам рукопашного боя. Разрешены удары в стойке руками, ногами, коленями. Бросковая техника. В партере тоже разрешены удушающие, болевые приемы. Золотые медали в составе нашей команды завоевали Дмитрий Засинец и Андрей Змучко. Второе место у Ирия Чигирева, Артема Каморского и Геннадия Ермака. Ну а тренеры, подготовившие лауреатов Александр Александрович Горох и Владимир Владимирович Антоненко. Отдельная благодарность от спортсменов-динамовцев Мозорскому нефтепроватывающему заводу, оказавшему финансовую помощь в поездке наших ребят на Кубок и Перенеста Республики Беларусь. Субтитры создавал DimaTorzok